миллиардов евро и расширить на своей территории военный контингент союзников. Военная и экономическая поддержка Украины, а также послевоенное восстановление страны остаются главными приоритетами ЕС. Евродепутаты уже запустили процедуру использования замороженных российских активов. Крейсер «Москва», самолет разведчика «50», Солнцепёк, Керченский мост и штаб Черноморского флота во временно оккупированном Крыму. Украинские военные все чаще поражают важные и, казалось бы, неуязвимые объекты и технику российской армии. Какая следующая цель на радаре ВСУ? Добрый вечер. Далее об этих и других важных событиях подробно. Президент Украины в Давосе встретился с лидерами ЕС и НАТО, а также с главами стран-партнеров. К примеру, Зеленский провел встречу с его величеством королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром страны Декроу. Обсудили решение Брюсселя предоставить Украине истребители F-16. Также впервые Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сингапура. Украинский гарант рассказал о формуле мира и пригласил своего коллегу присоединиться к ее реализации. В частности, принять участие в подготовке глобального саммита мира. Выступая уже с трибуны Всемирного экономического форума, президент обратился ко всем участникам собрания и призвал их поддержать Украину и усилить давление на Россию. О главных месседжах Владимира Зеленского в Швейцарии далее в сюжете. Сегодняшний день в швейцарском Давосе президент Украины Владимир Зеленский начал со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины, усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовку следующего саммита НАТО в Вашингтоне. Поддержка Украины – это неблаготворительность. Поддержка Украины – это инвестиции в нашу собственную безопасность. И эта поддержка беспрецедентна. Сейчас мы наращиваем производство. Только что было достигнуто соглашение о приобретении около тысячи новых ракет-перехватчиков для систем «Патриот», что является одним из примеров того, как союзники активизируются, чтобы пополнить свои собственные запасы и иметь возможность поддерживать Украину в будущем. На полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский принял участие во встрече руководителей крупного бизнеса Украине. Рассказал об экономическом росте Украины, который в 2023 году превысил 5 процентов. И об оптимистических прогнозах по росту ВВП на 2024 год. Пригласил инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении. А также подчеркнул, что Украина возобновила экспортные возможности благодаря функционированию независимого от России зернового коридора. Мы создали параллельный коридор и продемонстрировали, что можем оттеснить флот России из Черного моря. Мы продемонстрировали, что мы способны это сделать. И мы начали транспортировать не только зерно, но и другие товары. Через наши порты сейчас проходит 6 миллиардов тонн грузов. Кстати, именно поэтому растет ВВП. В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может победить в развязанной России войне. Главное условие – это продолжающаяся поддержка, а также достаточные стабильные поставки вооружений. Россия терпит неудачу в достижении стратегических целей. Это прежде всего военная неудача. Мы не опасались, что Киев падет всего за несколько дней, а остальная часть страны – за несколько недель. Этого не произошло. Вместо этого Россия потеряла примерно половину своего военного потенциала. Украина освободила половину захваченных Россией территорий. Украина оттеснила российский Черноморский флот. И Украина сохранила свою свободу и независимость. Противовоздушную оборону и дальнобойные способности украинской армии Владимир Зеленский обсуждал и с госсекретарем США Энтони Блинкиным, а также советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Вы не только одержите победу в развязанной Россией войне. Вы также в будущем построите такую Украину, которая сможет твердо стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане. И у вас есть прочное партнерство США, которое поможет вам достичь этих целей. Я просто хочу сказать, господин президент, что нам предстоит проделать большую совместную работу. И мы полны решимости работать с вами, с нашими союзниками, с вашими друзьями, чтобы гарантировать поражение России и победу Украины. Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор украл у всех 13 лет мира и заменил их на боль и кризисы. Путин пытается легализовать то, что должно было закончиться еще в 20 веке. Массовые депортации, стертые с лица земли мирные города и села. А также внушить всем то ощущение, что война никогда не закончится. На самом деле Путин и является воплощением войны. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему разные войны и конфликты продолжаются. И почему все попытки восстановить мир провалились. И он не изменится. Он не изменится. Мы должны измениться. Мы все должны измениться в такой степени, чтобы безумие в голове этого человека или в голове какого-либо другого агрессора не победило. Всемирный экономический форум в Давосе показал, что цивилизованный мир сплотился вокруг Украины и будет ее поддерживать и дальше. Напомним, форум в Швейцарии, на который собрались политики, бизнесмены и общественные деятели более чем из 100 стран, продлится до 19 января. Болгария инвестирует 6 миллиардов евро в инфраструктуру, которая в случае необходимости поможет быстро развернуть военные силы НАТО на восточном фланге. Как отметил министр обороны страны Тодор Тагарев, речь идет о новых автомобильных и железнодорожных путях, способных обеспечить быструю переброску войск союзников. Уже сейчас на болгарской территории находится многонациональная боевая группа Альянса под итальянским командованием, которое насчитывает около тысячи военнослужащих. В ближайших планах расширить контингент в полтора раза и обустроить военную базу для нужд НАТО на юге Болгарии. О развертывании многонациональной боевой группы НАТО на нашей территории обсуждали десятки и сотни раз. Во время моего визита в США на прошлой неделе мы говорили о том, как нам лучше всего обеспечить необходимую инфраструктуру как принимающей стране. И как США могут помочь нам, чтобы мы могли использовать имеющиеся международные фонды софинансирования для этого. Есть планы, что все боевые группы из стран восточного фланга НАТО вырастут до бригадных боевых групп. То есть примерно до пяти тысяч человек. Тодор Тагарев, министр обороны Болгарии, в интервью болгарскому телеканалу БТВ. Силы обороны Украины показали, как на южном направлении фронта ликвидировали из Хаймарс российский зенитно-ракетный комплекс. Подробнее об этом и общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отразили шесть атак российских оккупантов, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. На лиманском направлении украинские войска успешно отбили атаки россиян в районе Макеевки и Белогоровки, Луганской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Ивановского, Клещиевки, Новобахмутовки, Степового и Авдеевки Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. На сегодняшний день мы говорим о такой достаточно интенсивной общей разведке боя. Сказал, когда противник не ослабляет давление на наши позиции, в общем-то использует достаточно ограниченные контингенты войск, компенсируя это артиллерийским огнем. Это, однако, не касается левого берега Днепра. На Херсонском направлении украинские защитники уничтожили в частности две российские реактивные системы Ураган и Одинград. А на южном направлении спецназовцы ликвидировали с Хаймарс российский зенитно-ракетный комплекс ОСА, сообщают силы специальных операций ВСУ. Госпогранслужба показала, как украинские минометчики работают по позициям российских оккупантов на Харьковском направлении. Всего за сутки на передовой произошло 85 боевых столкновений. Так в Кременной Луганской области российские оккупанты пытаются продвигаться пехотой и техникой, но не имеют успеха. Контингент у россиян разный. Есть профессионалы, есть уголовники, есть должники, которые идут воевать, чтобы закрыть кредит. Есть те, для кого армия – это единственный способ заработать. Еще одна категория – дальневосточные народности, которые также едут за деньгами. Ростислав Ящишин – начальник службы связи с общественностью 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 372 тысячи человек. За сутки были уничтожены 1110 военных, 24 танка, 30 артиллерийских систем, 36 боевых бронированных машин и десятки единиц другой техники россиян. Российские оккупанты днем обстреляли поселок Белозерка и село Тягинка в Херсонской области. Вследствие атак ранены три человека, сообщают местные власти. У пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения. В поселке Нью-Йорк, это Донецкая область, продолжают разбирать завалы. Под руинами трехэтажного жилого дома все еще могут оставаться пять человек. Как заявили спасатели, поселок постоянно обстреливают россияне, и это осложняет поисковую операцию. Напомню, накануне российские войска сбросили на жилые кварталы четыре авиабомбы КАП. Трое местных жителей получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Полгода в оккупации, в постоянном страхе. Затем сложная эвакуация из Херсонской области и поиск себя на новом месте. Так коротко можно описать историю 70-летней учительницы, которая воспитывает пятерых приемных детей. Сейчас многодетная семья обживается в Киевской области, где у нее вскоре появится собственный дом. Проводим предварительные замеры дома. Волонтеры оценивают масштабы работ на одном из участков в селе Ясногородка. Вместо этого недостроя планируют возвести новый модульный дом. Он будет площадью 90 квадратных метров, одноэтажный. Мне кажется, что этого более чем достаточно. Будет три спальни, кухня, гостиная, довольно большой санузел. Я думаю, что все будет хорошо. Интерьер еще будут разрабатывать наши дизайнеры. Предварительный проект у нас уже есть. Дом будут строить вот для этой семьи. Это мой самый старший мальчик, Виталик. Ольга и ее супруг воспитывают пятерых приемных детей. Вследствие российской оккупации родного села семья была вынуждена выехать из Херсонской области. У нас голова ОТГ. У нас председателя общины забрали, очень сильно побили. Я с ним дружила, ребра поломали ему. Через пять дней отпустили. И удалось его вывезти. В российской оккупации семья прожила полгода. Вспоминать о тех временах до сих пор тяжело. Нам пришлось прятать флаги под ванную, потому что, судя по новостям, которые мы слышали о Бучи, это ужасно было. Мы стали абсолютно все прятать. Телефоны с ноутбуками мы закапывали. Все прятали. Меня пришлось прятать на чердаке или же на крыше нашего сарая. Когда захватчики намекнули, что могут забрать детей, если те не пойдут в российскую школу, семья решила уехать. За Васильевкой сооружение было такое. Большой купол был. И там уже сказали, что это очень серьезная проверка. Это ФСБ. И вот они заходят сзади и спереди в автобус и начинают проверять документы. Я даю документы на детей, полностью все, что это дети мои, что это так и так. А они говорят, это не ваши дети, а российские. Он мне как сказал, у меня документы выпали из рук. А потом что-то произошло. Они друг с другом переговорили. И пока я собирала документы с пола, выбежали из автобуса. И водитель говорит, мы поехали. Наверное, будет бомбежка. Те страшные времена остались позади. Семья адаптировалась на новом месте. Главная проблема сейчас – отсутствие собственного жилья. На участке, где будет новый дом, уже высадили сад. Мы все любим клубнику, все любим. Все любим яблоки, все любим груши. Мы здесь посадили сколько? 28 или 29 деревьев и орехи. Все у нас есть. Разбор завалов и восстановление поврежденных из-за обстрелов жильщ – уже стандартное направление работы для волонтеров этой благотворительной организации. Впрочем, они решили запустить и новое – помогать многодетным семьям жильем. Это восстановление жизни. По большому счету, у них было все. А сейчас, мы видим, начинают не с нуля, а с минуса. Таких семей у нас много. И мы с нашими международными партнерами и с друзьями, нашим украинским бизнесом тоже будем помогать таким семьям. Несмотря на трудности, которые пришлось пережить в российской оккупации, Ольга уверена, здесь, в Киевской области, в жизни их семьи, начинается новая счастливая страничка. В Киев прибыла спикер Сейма Латвии Дайгами Ириня. Это ее первый официальный визит в Украину. Как отметили и Верховной Раде, он еще больше укрепит дружественный альянс двух стран. Спикер латвийского Сейма провела ряд встреч с представителями украинской власти, а также выступила в парламенте и отметила, что российские активы, конфискованные в разных странах, необходимо направить на восстановление Украины. Необходимо обеспечить полную ответственность высшего руководства России за совершенные преступления и агрессию. Это не вопрос мести, а абсолютно необходимый шаг для создания механизма сдерживания возможной агрессии в будущем через полную оценку всех преступлений и реализацию механизма привлечения виновных к ответственности. Украина решительно осуждает ракетную атаку по городу Эрбиль на севере Ирака, совершенную иранским корпусом стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа. Там отмечается, что Киев поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака. Соединенные Штаты также отреагировали на атаку, назвав ее безрассудной. Напомню, накануне Иран атаковал Эрбиль ракетами и дронами. Под обстрел попали объекты недалеко от консульства США. По информации местных, СМИ погибли не менее четырех человек. Тайвань ожидает усиления военного давления со стороны Китая после недавних выборов. Об этом заявил высокопоставленный офицер тайваньской военной разведки. Напомню, по данным Минобороны, в конце прошлой недели к острову приблизились шесть китайских военных кораблей и восемь боевых самолетов. Один из них нарушил воздушное пространство Тайваня незадолго до открытия избирательных участков. Согласно исследованиям и заключениям Министерства обороны, китайская армия продолжит усиливать свое давление на Тайвань в ближайшем будущем посредством регулярного патрулирования и проверки нашей боевой готовности и других мероприятий, сочетающих когнитивную войну и вторжение в серую зону. Напомню, что президентом Тайваня стал представитель правящей демократической прогрессивной партии Лай Цинде. По результатам голосования, которое провели в минувшие выходные, он набрал свыше 40% голосов. Цинде – сторонник независимости от Китая и сближения с США. Если Пхеньян совершит провокацию, Сеул нанесет ответный удар, который будет в несколько раз сильнее. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сан Йель на заседании Кабмина Кабинета Министров. Напомню, ранее Ким Чен Ын говорил о необходимости пересмотреть Конституцию Северной Кореи и определить в ней Южную Корею как враждебную страну номер один, а также вписать в документ обязательства об оккупации соседнего государства в случае войны. Нынешнее руководство Южной Кореи отличается от любого предыдущего правительства. Наши вооруженные силы обладают подавляющим потенциалом реагирования. Правительство постоянно проверяет ситуацию по безопасности и поддерживает высокую военную готовность. Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз жестче. РФ выпрашивает оружие у Ирана и Северной Кореи и это подтверждает, что российская оборонная промышленность разрушена. Так прокомментировал визит министра иностранных дел КНДР в Москву, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, а сейчас старший советник НАТО по логистике Бен Ходжес. Он отметил, что Западу нужно рассматривать эту ось зла как одну большую стратегическую проблему, а не отдельные вызовы. Если Соединенные Штаты и их союзники организуются и будут мыслить стратегически, у нас будет политическая воля, оборонно-промышленный и военный потенциал. Мы должны принять необходимые меры, чтобы изолировать Иран от России, дать Украине то, что необходимо для победы, а также послать очень четкий сигнал Северной Кореи и Китаю, что мы все еще можем справиться и с ними. Бен Ходжес, старший советник НАТО по логистике, в интервью изданию «Сестры». Уже в ближайшем будущем Россия может стать серьезной военной угрозой для НАТО на его восточном фланге, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, в долгосрочной перспективе члены Альянса должны принять стратегию сдерживания Российской Федерации по образцу холодной войны. План предусматривает повышенную боевую готовность и увеличение оборонных расходов каждой страны НАТО минимум до 2,5% от ВВП. Разведка Эстонии считает, что через 3-5 лет Россия сможет представлять серьезную угрозу для восточного фланга НАТО. Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции по Украине. С точки зрения стран Балтии, у РФ все еще достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в нашем регионе. Если Запад не поможет Украине победить в войне, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический альянс. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии. В интервью The Cave Independent. Украина в центре внимания еврочиновников. Европейский Союз начал техническую процедуру реализации предложений по использованию замороженных российских активов в интересах Киева. Кроме этого, в ЕС обсудили финансовую и военную помощь Украине, а также новые санкции против России. Подробности знает наш корреспондент в Европе Виталий Сизов. Поддержка Украины имеет жизненно важное значение для Европейского Союза, и она должна быть увеличена. Такие заявления прозвучали во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге во время дебатов на тему соблюдения обязательств по оказанию помощи Украине. Наш долг продолжать и усиливать нашу поддержку, которая, очевидно, должна также включать военную помощь. Столько, сколько это понадобится. Да, сколько бы ни потребовалось. И говорить обратное, это просто играть на руку Путину, который через своего министра иностранных дел уже совершенно ясно дал понять, что он не остановится на достигнутом в Украине. И другие страны находятся под угрозой. Мы в опасности. Надо помнить, что Киев находится всего в 1600 километрах от Страсбурга. Бельгия начинает свое председательство в Европейском Совете. Ее премьер-министр Александр Декро заверил депутатов, что поддержка Украины не уйдет из приоритетов еврочиновников. Для Америки и других союзников поддержка Украины является стратегическим вопросом. Это геополитическое соображение. Для нас, европейцев, поддержка Украины имеет экзистенциальное значение. Это лежит в основе нашей безопасности и нашего процветания. Чиновники Европейской комиссии ответили депутатам, что они делают все возможное для военной и экономической поддержки Украины. И скоро выполнят обещание о доставке одного миллиона снарядов для украинской армии. Вскоре европейская промышленность сможет производить один миллион артиллерийских снарядов в год. А для других типов боеприпасов «Земля-Земля», таких как минометные снаряды, она уже имеет производственные мощности, значительно превышающие один миллион. Тем не менее, большинство в европейском парламенте считает, что союзники должны делать больше для Украины. Аэркрафт? Что мы ждем? Самолеты? Чего мы ждем? Я уже устала слушать, что всегда находятся причины сделать меньше и медленнее, чем следовало бы. Если евроатлантическое сообщество и другие страны-единомышленники, приверженные безусловной победе Украины над агрессором, аккумулируют для победы в войне скромные 0,25% от ВВП на поддержку Украины, то это бы принесло 120 миллиардов в год. Более чем достаточно, чтобы гарантировать, что не будет никаких сбоев в возможности Украины дать отпор агрессору. Пока в Страсбурге заседал Европарламент, в Брюсселе встречались министры экономики стран Европейского Союза. Помощь Украине – один из главных вопросов на повестке дня. Министры обсуждают создание украинского механизма для поддержки экономики и инфраструктуры Украины на 50 миллиардов евро в течение четырех лет и использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Украина борется за наши ценности. Но в то же время Украина смогла продолжать управлять экономикой и экономическая поддержка Европы с этой точки зрения критически необходима. Мы слышим, что наши коллеги в других странах, таких как Шай Канада, также говорят о конфискации активов России. Поэтому я думаю, что Европа не может быть наблюдателем в этом процессе. В вопросе использования российских активов одни страны продолжают настаивать на их полной передаче Украине, в то время как другие предлагают передавать лишь доходы с процентов полученных от этих активов. Однако все сходятся на том, что поддержка Украины должна быть, безусловно, продолжена. И к другим важным событиям. В Украине разработали боеприпас для FPV-дронов, который пробивает броню. Он будет эффективным против самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Об этом сообщили представители проекта «Армия дронов». Боевая часть боеприпаса имеет ударное ядро и большой радиус эффективного поражения – 8 метров. При этом весит бронебойный снаряд всего 165 граммов. К инициированной Латвии коалиции дронов для Украины уже присоединились около 20 стран. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спруц. И подчеркнул, что такая инициатива поможет силам обороны Украины в условиях современной войны, где использование беспилотников стало важным элементом боевых действий. Спруц также отметил, что основная цель коалиции – сделать все, чтобы как можно больше дронов были доставлены в Украину. С начала полномасштабной войны силы обороны Украины провели десятки успешных операций по уничтожению российских военных целей. В море потопили более 20 кораблей и катеров, в воздухе и на военных аэродромах противника ликвидировали и повредили сотни боевых самолетов и вертолетов. А также уничтожили на поле боя десятки единиц передовой техники оккупантов. О главных достижениях украинских военных в материале Натальи Гусак. Командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный 15 января сообщил, что украинские войска над Азовским морем сбили два критически важных для российской армии самолета – разведывательный А-50 и командный пункт Ил-22М. В частности, А-50 помогает армии выбирать цели для авиаударов и координировать работу ПВО. Его поражение в небе над Азовским морем стало первым в истории уничтожением самолета дальнего радиолокационного обнаружения, заявили эксперты. Вооруженные силы Украины снова написали страницу военной истории, поскольку до этого времени никто и никогда не сбивал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Эти машины пытаются держаться подальше от переднего края и не заходить в зону действия ПВО противника. А от нападения истребителей их защищает сопровождение. При этом сам самолет дальнего радиолокационного обнаружения будет их наводить на самолеты противника. Из публикации издания «Дефенс Экспресс». 22 декабря 2023 года ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это один из новейших бортов на вооружении армии РФ и может стоить от 50 миллионов долларов, заявили в воздушных силах ВСУ. Спустя три дня средства противовоздушной обороны Украины уничтожили еще два российских истребителя – бомбардировщик Су-34 и многоцелевой Су-30. Ранее российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра. Но после 22 декабря на время российские истребители почти полностью прекратили боевые действия. Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в социальной сети ИКС. 13 апреля 2022 года вооруженные силы Украины провели уникальную операцию. Нанесли удар двумя ракетами, запущенными с берегового ракетного комплекса «Нептун» по флагману российского Черноморского флота – ракетному крейсеру «Москва», который впоследствии затонул во время буксировки в оккупированный Севастополь. А 26 декабря 2023 года ВСУ в порту Феодосии уничтожили большой десантный корабль «Новочеркасск». Не только сам корабль полностью уничтожен. Возможно, еще какая-то портовая инфраструктура. Возможно, суда, обеспечение, которые были рядом. Точный экипаж корабля, который находился рядом. Это такое знаковое событие для нас. За время полномасштабного вторжения России в Украину силы обороны уничтожили или сильно повредили более двух десятков военных кораблей и катеров российского флота. После ударов по его базам в аннексированном Крыму значительная часть кораблей была выведена в Новороссийск. Кроме того, в конце 2023 года появились сообщения, что Россия будет размещать суда Черноморского флота на базе в Абхазии. Но российские корабли будут для Украины законными целями. Несмотря на место их базирования, заявили в военно-морских силах Украины. Для нас законная цель – любой корабль, несущий Андреевский флаг военно-морского флота России, где бы он ни находился, в любом месте мирового океана. Алексей Нишпапа, командующий военно-морскими силами Украины в интервью «Украинская правде». СБУ и МВС ВСУ нанесли масштабный комбинированный удар по военному аэродрому возле города Саки во временно оккупированном Крыму. А 22 сентября 2023 года ВСУ нанесли точный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Но вот эти удары привели к тому, что сейчас Черноморский год Российской Федерации дисфункционален. То есть они могут выполнять ряд важнейших функций, связанных с контролем морской зоны, связанных с попыткой перерезать наш зерновой коридор, по которому доставляются грузы и из Украины. О попытках вызвать какой-то десант вообще даже речи быть не может на сегодняшний день. Такие удары по российским военным целям уже оказали серьезное влияние на войну за Черное море, считает эксперт. И вооруженные силы Украины продолжают успешно атаковать военные объекты РФ на земле, воде и в небе. И останавливаться на достигнутом не собираются. На этом наше время подошло к концу. Прямой эфир продолжит информационный марафон Фридома. Я прощаюсь с вами до завтра. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин